Очень интересно подметила Александра, очень интересно, и это уже говорит о многом. Это говорит уже о человеческой личности, которая с вами общается. Вот что она пишет. «Благодарю, Геннадий Петрович, я заслушиваюсь вашими роликами и заметила, что только прослушка уже имеет лечебное воздействие. Секрет в том, что из ваших слов складывается картина, происходящая в теле человека, и она сама по себе удаляет все сбои. Это очень важная вещь. Есть такое понятие, как затравка. Вот вы только послушали нечто, вы входите в поток с этим человеком, вы получаете какой-то импульс от него, и дело пошло. Дело пошло. Это очень интересно. И вот люди, люди, это не один человек, и не два человека уже говорят, это чувствуют. Просто-напросто действительно, вот видите, я стараюсь не ругаться там, ни с кем там, удаляю в основном тех, кто там матерится. С доброжелательством относиться к вам. Вот именно вот этот посыл во время разговора, доброжелательный, он как бы обнимает вас. А я чувствую, как меня обнимает, понимаете. Вот действительно, мы там не говорим о Боге или еще о чем-то, но когда мы начинаем желать друг другу добра, здоровья, мы тем самым обходим вот этот поток, который нас обнимает. И он через нас, вот через сердце струится. Вот я смотрю на камеру, и вы будете смотреть, и вот видео с этой камеры, оно будет идти на вас, воздействовать. И воздействовать, знаете, не как-то там насильно что-то вас менять, оно вот просто будет нежно поглаживать. Нежно будет, говорит, вот как бы сказать вас, ну, не то что убаюкивать, а вот будет просто-напросто, знаете, вот, я даже, знаете, такую вещь хочу сказать, оно будет вместе с вами плакать за то, что у вас вот такие вот какие-то неприятные изменения, и их потихонечку убирать. Понимаете, это очень, это очень интересное явление. Я про него читал, но теперь вот чувствую. Значит, это визуализация. Все ваши завистники, недоброжелатели, скорее всего, очень больные люди. Но я бы не сказал, что очень больные люди, но они по-своему это понимают, понимаете. И благодаря этим больным, вот смотрите, я их оправдываю. Потому что если бы не было этих недоброжелателей, мы бы не выходили на вот эти уровни. То есть мы распечатываем благодаря вот этим людям все более такие пласты пространства, у которых больше энергии, больше добра, больше здоровья, больше понимания относительно самого себя, относительно мира. И мы говорим этим людям большое спасибо, что ты неплохой, но ты зацепил во мне вот эти несовершенства и вывел их наружу. Они вывернулись, понимаете. И вы сами. Когда вот неожиданно там человек осознает, что он какого-то там другого оскорбляет или еще, он, вот если он порядочный, он просто-напросто приходит в недоумение. Почему я это делаю? Я вспомнил свою собственную маму, когда я ребенком что-то напроказничал, и она вынуждена была меня побить. И после этого она сама плакала, понимая, как мать может это сделать. И вот эти вот вещи, видите, я плачу. Это говорит о том, что идет вот эта духовная работа, очищение. В нас в каждом столько духовного дерьма, которое порождает свои собственные направления и болезни. И вот это все вывернуть и очиститься в этой жизни хоть в какой-то мере. Понимаете, раскрыться, не бояться, это большое дело. Поэтому это не очень больные люди, это они зацепили в нас, в наше несовершенство. И я им благодарен за то, что я избавляюсь от этого хлама, понимаете. Избавляюсь, да, я думаю, почему, что, чего, как. И в конце концов, когда ты думаешь, находится правильное решение, находится правильный подход, ты очищаешься. И все это ведет к тому, что идет оздоровление, усиление, облагораживание твоей собственной личности. Вот для этого я и задумал этот канал. А не столько там для лечения, там еще что-то, что при цептике и так далее. Вот, понимаете, своей собственной жизнью, своим собственным примером, чтобы вот так вы созвучно вошли со мной в резонанс, потому что у каждого это есть. И началась какая-то такая у вас благая работа, и вы ее почувствовали. И я рад, что Александра как раз затронуло это. Но то, что им владеет страх за жизнь, они любят ходить к врачам, и божештляют их, верят в таблетки. Ну, понимаете, это все. Знаете, и я через это прошел. Вот хороший врач. Я вот еще слушал Тиграна и вспоминал самого себя. Он говорит, ну вот болезнь, у меня вот там болел там сын. Кому только не обращаясь, к каким-то посторонним людям, значит, мы если или с родственниками поговорим на эту больную тему, они говорят, да надо искать лучшего врача, да надо искать лучшее лекарство. Но не в этом дело. Я уже вам сказал, дело в том, что болезнь это следствие неправильного отношения к жизни, неправильного в корне. И тем больше болезнь, тем больше неправильно. Можно там многое там разное говорить, дети там болеют и так далее. Почему болеют и почему-то нам не ясно, почему дети заболели. Но если мы возьмем, что жизнь это не одна, как у нас жизнь слаживается. Я утром встал, в течение дня что-то там наделал. Ночью заснул, на следующий день встал, а то, что я сделал в этот день, влияет на мой следующее. Так точно и наша жизнь, одна жизнь влияет на другую. Вот это все, знаете, есть такие знания, которые должны быть, которые осознавать и объясняют нам, что мы такое, что мы с собой представляем. А когда мы это отбросили, полный хаос. В этой жизни мы ничего не понимаем. Понимаете? Ничего не понимаем, потому что у нас нет изначальной точки отсчета, откуда все пошло. Когда-то и к ним может прийти понимание, что выработали путь самоуничтожения. Но может случиться слишком поздно, если вам удастся хоть несколько людей, их тысячи спасти через просвещение, то вы счастливый человек. Бог с вами. Ну, спасибо, понимаете. У каждого человека есть свой собственный путь эволюции, понимания, духовного роста. Одни находятся на одной, будем говорить, в одном положении, другие в другом, третьи еще там как-то. И не хочу сказать, что я там вверху или кто-то там внизу или так далее. Но, опять-таки, я апеллирую просто к разумности. Просто к разумности. Вот я еще пример приведу вот с этим там геморроем, который у меня возник после операции аппендицита. Вроде бы аппендицит сделали. Был приступ аппендицита. Вроде бы хорошо спасли. После этого в 20 лет геморрой у молодого парня. И так, и сяк сначала не хотели там геморрой признать. Ну, потом это. Вот. И в конце концов уже после армии я обращаюсь по знакомству. Хороший там врачу. Она делает специальный рецепт в аптеке. Значит, в аптеке делают свечи. Я там вставляю. Ну, супер, понимаете. Ну, супер вот это. Где-то за две недели там все там прошло. Вот все эти болезненные изменения. Вот. Я думаю, вот. О, голова, врач, лекарство. Вот это вот то, что надо. А то, что там было там в армии лечили. Ерунда. Проходит буквально таки месяца два. И у меня все повторяется. Я думаю, недолечили. Ну, недолечили меня. Ну, такое бывает. Я опять к ней иду. Она мне опять все тоже. Я такая, опа, обставляю. Все хорошо. Примерно месяц проходит и то же самое. Я третий раз к ней возвращаюсь. Она уже глаза на меня. О. И уже, понимаете, мы. Вопросы, наверное, задают не просто о геморрое, что мы лечим геморрой. А говорит, а может это там питается? Что-то у тебя крутое. Каловые массы. А может еще что-то. То есть мы начинаем подходить к образу жизни, который порождает это заболевание. Понимаете? Что и врач бессилен. И лекарство бессилен. Если вы ведете порочный образ жизни. И мы ищем что-то лучше, лучше, лучше. Не понимая, что мы породили это. И вот это дойдет, вот это понимание. И мы стараемся убрать то, сё, пятое, десятое. Как я смотрю, реклама изжоги. Изжогу лечат вот таким-то там лекарством. У меня была изжога. Страшнейшая изжога, я насчет этого уже говорил. Но, когда пришло понимание, что это из-за особенностей моей индивидуальной конституции, в которой слишком много желчи, и все желтое, пережаренное, будет способствовать перевозбуждению желчи, что на первых этапах выражается просто в изжоге. На следующих этапах это выражается в воспалении поджелудочной железы. Я это все прошел. Все прошел. И я бы побежал лечиться и от изжоги, допустим, там соду там принимать. И, допустим, от этого там что-то я бы пошел бы или еще. Но оказалось простое понятие. Не ешь эти продукты, которые ведут к перевозбуждению жизненного принципа желчи. Я перестал их есть. Нету изжоги. Нету приступов панкреатита, там вот этих вот, этих болей, воспалений. Нету. И сейчас иногда там что-то там такое съем. И по большей части, видите, что из-за того, что жизнь извратилась, у нас такие продукты, которые не свойственные нам. Уберите это из своего питания. Там, допустим, где-то не волнуйтесь, потому что есть запоры, которые возникают от волнения. Есть сатанические, а есть эти самые, именно которые возникают от волнения. И пока вы волнения не уберете, у вас там будут запоры. Ну и так далее, и тому подобное. Вот о чем я говорю. Вот такая беседа. Так, Валентина Цымбал, продолжим. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Целители, зожнику будут давать советы, как жить, чтобы меньше возникло болезни. А если болезни все же появились, тогда пусть этим занимаются врачи. Так будет правильно. И вы знаете, я согласен. Пускай, пускай этим занимаются врачи. Болезни появились врачи. Я уже рассказал, что такое болезнь, для чего она, и как с ней надо вообще-то поступать. К врачам, да. Вот только что я вам рассказал про свой геморрой и обращение к врачам. Пожалуйста, да. Вначале надо помочь человеку. Сан Саныч, а что разве одно другому мешает? Валентина Сан Саныч. В плане профилактики разных болезней, советы обоих врача и зожника, хоть и будут в какой-то степени отличаться, но в целом будут идти в одной коллеге. Если только зожник не будет советовать пить мочу по утрам и тому подобное. Ну, видите, вот, опять-таки, как бы сказать, камень в мой огород. Это дело ваше. Пить, не пить. Я в книжке рассказал, когда там пьют, когда там не пьют. Это все зависит от желания человека и тому подобное. Но в плане уже лечения некоторых болезней тут уже совсем другая ситуация. Жожники, как правило, начитаются в интернете разных народных рецептов. А вот, вот, знаете, вот тут немножечко я возражу, или поясню лучше. Дело в том, что, да, можно прочитать различных рецептов. И очень много таких рецептов дается и так далее. Но их важно применить к себе именно в той ситуации, в которой этот рецепт работает. А если он, ситуация не ваша, и рецепт работать не будет. И он может принести еще хуже. Так, потом ретрансируют их на все население, и даже понятия не имея, что это за болезнь, и как она поддается лечению. Ну, я тут много рассказывал о туберкулезе, и о том, как ее вылечил коровая. И до сих пор там что-то лечит, лечит, и не всегда получается, чтобы полечить. То есть, некоторые методы, о чем я еще говорю, можно было бы взять. Они проверены, они работают. Ну, так, я не имею в виду, какой-то гастрит, и тому подобное, что можно в каких-то случаях и травы подлечить. Но тоже далеко не всегда. Да, я про серьезные заболевания. И что самое опасное, это какой-то зожник, который уже в авторитете начинает получать, как нужно лечить такие болезни. Кстати, Караваев. Караваева не взлюбили именно за то, что он круто был против медицины, которую он считал неправильно лечить. А знаете почему? Потому что он это мог делать, а они это не могли делать. Вот в чем разница. То есть, вот к таким авторитетам надо прислушиваться. А те, которые просто ретанцируют рецепты, которые не прошли через это, таких, конечно, слушать и не стоит. Так, начинают получать, как нужно лечить, такие болезни. Я знаю, о чем говорю. Прошла через эту народную медицину, но это было время горьких разочарований и зря потрачено времени еды. Знаете, в любом случае, это опыт. Мы проходим и через народную медицину, мы проходим и через официальную медицину, мы приобретаем опыт, на основании которого происходят изменения, и что-то мы берем для себя. И вот, знаете, я прочитал, опробовал массу всевозможных рекомендаций, разных авторов, и Поля Брега, и Шелтона, и Окера, ну, очень много-много различных этих. Где-то это работает, а где-то это совершенно не работает. И знаете, в основном, почему не работает? Потому что это все делается без учета индивидуальной конституции. Вот когда я вот это вот понял, что вот она, где собака зарыта, вот почему у одних получается отлично, а у других совсем противоположно. Вот тогда начало появляться то, что надо. И те люди, которые из моих книг это поняли, либо из других книг, пожалуйста, поняли, у них это начало получаться. И у них вот, вот возможность здорового образа жизни на всю оставшуюся жизнь, у них это получается, они его применяют. У других же удаются только чистки. Они говорят, о, там хорошо почистились, или еще что-то там делали. Да, помогло, потом мы все это забыли, забросили. И толку никакого. Вот в чем большая разница между этой народной медициной, между натуропатией, между там различными системами. Важен подход. И если этого подхода нету, неправильен он, то и результат будет не тот. Об этом я тоже рассказываю на канале. Дальше мы идем. Генфест пишет. Зачем заходить? Я за разумность. Вот именно, давайте будем разумными, разумнее, друзья. Всем нам непросто в этом мире. Так будем же бережно относиться друг к другу. Вот об этом, да, бережно. Там сказать просто не то, что ты там какой-то там брафан, ты какой-то там еще как-то оскорбит. Ты просто там неправда, и все там, знаете, так мягко. Вот вы заметите, у меня нигде нету жесткого такого, знаете, вот так, чтобы я как рубанул и все. Вот я мягко отвечаю, или там не отвечаю. А Геннадий Петрович уникален. Ну, вы только почитайте внимательно его книги. Сколько там ценишь информации, при этом ничего лишнего. Всего доброго, Олег. Я люблю информацию. Я люблю эту информацию применять к самому себе. Я стал понимать, как она применяется, как она действует, что получается, понимаете. И почему я сейчас там не голодаю, еще что-то там не делаю, еще что-то там не делаю. Оказывается, вот того знания достаточно для того, чтобы вы, как водитель, просто рулем вертели и ввели свой автомобильчик по дороге. А не лазили, как механик, под ним ремонтируют то, что вы разбили на кочках там. Видите, в чем разница? Я уже такие вот простые вещи говорю. Валентина Цимбал. Все бы ничего, но зачем, критикуя других комментаторов, наезжать на медицину и умничать о тех вещах, о которых имеешь весьма поверхностное представление. Я знаю, о чем пишу. Упоминаемые проблемы мне знакомы. Сердце, суставы у близких людей. И поверьте, народное лечение там бессильно. Вы знаете, вот действительно, когда ты видишь вот это вот все вокруг себя, и там применяли, и ничего это там не помогает, а там что-то действительно как-то там раз помогло, хотя бы на какое-то там время. Вот. Все зависит от правильного применения. И не просто народного средства, как я вам говорил, заболели суставы, я буду втирать, да? И суставы там пройдут, на время там это помогает. Но суставы-то заболели по причинам, идущим за суставами далеко. От того, грубо говоря, какую там обувь вы носите, как вы там одеваетесь, я уж не говорю там о питании там. От многого-многого. Что влияет? А если мы только одно средство делаем, и видим, что она не понимает, естественно, мы разочаровываемся в этом, и все, говорим, да, это не работает, это-то-то-то-то-то-то. Я вот в своей жизни прошел и через это, и через то. И понимаю как-то и сильные стороны и медицины там, и сильные стороны народной медицины, и их слабину там. В чем это заключается? Заключается в том, что человеку надо над собой работать, а он надеется либо на врача и лекарства, либо на рецепт и там целителя. И в итоге ничего у него не получается. Вот, и поэтому получается, что лечение там бесполезно. Можно, конечно, есть скорлупу с морскими рыбами, как советует Геннадий, при коксоартрозе. Да не только. Понимаете, вот-вот-вот, очень прекрасный пример. Есть там скорлупу с это, при коксоартрозе. Да ничего у нас не получится при этом, если вы только будете есть скорлупу с этим. А может быть, даже это еще осложнение пойдет, там камни где-то там отложатся от обилия этой скорлупы. Надо, в первую очередь, чтобы эта скорлупа усвоилась. Надо, чтобы она дошла туда, куда надо. Для этого надо делать и массажи, понимаете? Чтобы туда она пришла, а не куда-то там отложилась в кавушках. Для этого надо еще ряд других вещей делать, чтобы все это пошло туда, куда надо. Если же это не делать, а действительно только одну скорлупу там, или мочу там хлебать, или еще что-то, не понимая причины, то так и будет, как и пишет наша Валентина. И она права. Вот, но она тут немножечко это самое. Многие думают упрощенно обо мне. Вот он только там скорлупа, вот она там моча, вот это там еще что-то напало, вот еще. Нет, я себя не превозношу. Но к заболеванию, коксартроз, клапана там в сердце, там что там еще, сосуды там и прочее, прочее, надо подходить комплексно, с разных позиций. Сначала убираем то, что явно вызывает эту болезнь, явно, понимаете, усугубляет. Мы это убрали, убираем. Далее начинаем работать, чтобы это восстановилось. И с позиции питания, и с позиции крови, и с позиции массажа, и с позиции тренировки, и с позиции умственной работы. Мы работаем в комплексе, и тогда получается. В противном случае, ничего не будет. Поэтому, вот именно, вот смотрите, за меня вот так вот сказали, что я вот это рекомендую. И все это пошло. Вот, да, он там что-то там вот такое вот сказал. Ну, и если будет здоровье и прочее, я какие-то рецепты, у меня так есть, задумка, рубрика, там, рецепты. Понимаете, подробно описать. Не просто, что там, такая-то всякая-то там травка, а подробно описать. Вот как, например, в чистке печени. Можно ли чистить печень? Не можно. Зачем это? Зачем то? А если вот это так? А тогда вот так. А если так не могу? А зато вот так ты можешь. А так мне трудно. Ну, вот так вот ты можешь. Ну, много, понимаете. Но все так, как говорят в Одессе, да, да сраки, кари очи. И действительно, так и будет. Но это, говорю, не я. Это, говорите, вы за меня. Это большая разница. Не дай Бог кому-то в этом убедиться на собственной шкуре. Я, вы заметили, в некоторых случаях вообще никаких советов не даю или говорю там что-то. То есть, в некоторых случаях я не хочу брать ответственность на себя. В некоторых случаях там еще там по каким-то причинам. Но, когда за что-то там берусь, значит, я прошу человека, чтобы он мне всю свою подноготную рассказал там лет примерно за пять до того, как у него возникло заболевание. А то и раньше, чуть ли не с детства. Над чем работать? А то человек действительно есть-есть, а у него ничего там не получается. А в чем причина? Гефест отвечает, Валентина Геннадия Петрович не наезжает на медицину. Она, несомненно, нужна. Он просто призывает к разумности, то есть к лечению болезни естественными методами, которые не приносят побочных, негативных последствий. Но лечим, другое колечим. Проблемы в нашем сознании. Мои родители живут на таблетках им за 70 из сердца и суставов. Но подкорректировать питание, подчистить организм, больше двигаться, поработать с сознанием, это просто невозможно. Им даже мой примерный показатель, мне 54. Я избавился от давления, вылечил спину, грыжа от диска, бодрый, радостный. К сожалению, им только таблетки, а ведь нужно понять причину болезни и устранить ее, но вам и вашим близким крепкого здоровья. Вот, вот она правда. Но для некоторых это и не надо, и не надо, и не хотят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова